В областном центре добавили категории детей, которые будут получать бесплатное горячее питание в школах. В программу «Забота» теперь вошли школьники, чьи отцы проходят срочную службу в вооруженных силах, призваны на военную службу по мобилизации или же погибли при исполнении. Соответствующие поправки приняли депутаты городской думы. Мы также и на 17 миллионов рублей увеличили финансированные программы «Забота». Это как раз-таки питание детей из разных категорий. До конца года теперь средств в полном объеме хватает, даже с учетом расширения состава участников, получателей этой услуги. Теперь ученики начальных классов получат бесплатный завтрак, а пятых-одиннадцатых классов – обед. Дети начальной школы получают завтрак стоимостью 83 рубля 28 копеек. Кроме этого, все дети начальной школы, мы знаем, получают горячий обед по президентской программе. Дети, которые обучаются с пятого по одиннадцатый класс, они получают горячий обед, стоимость которого на сегодняшний день определена 119 рублей. Меры поддержки коснулись и воспитанников детских садов. Внесенные изменения освобождают от родительской платы за посещение детских садов ребят, относящихся к вышеуказанным категориям. На сегодняшний день такой льгот и уже воспользовались родители 605 детей. Кроме этого, семьи военнослужащих смогут бесплатно ездить в электротранспорте. Для этого необходимо получить транспортную карту в управлении по делам семьи по адресу улица Спаская, 14, второй этаж. Для получения транспортной карты необходимо обратиться к нам и предъявить справочку о том, что супруг или супруга находится в воинской части. Эту справочку выдают военный комиссариат по месту жительства, а также документы необходимо предъявить, которые подтверждают принадлежность данной семьи ко и на служащему. Кроме того, жены и дети могут бесплатно посещать муниципальные учреждения культуры и спорта. Чтобы получить все льготы, необходимо предоставить соответствующие справки из военкоматов и документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи военнослужащего по месту требования. Более подробную консультацию можно получить по телефону управления по делам семьи 41-25-36.